Здравствуйте, уважаемые друзья! С вами снова интернет-магазин Antilife.com.ye и меня зовут Александр. Сегодня хочу поговорить с вами о сравнении наших китайских смартфонов, наших лучших моделей с аналогами от компании Samsung. То есть я от себя скажу, что я лично считаю, что компания Samsung сейчас выпускает лучшие смартфоны, ни HTC, ни Sony с самсунговскими аппаратами не сравнится. Nokia я даже не рассматриваю, потому что разговор идет сугубо о Android-смартфонах. Перед вами сейчас три модели. Справа налево это у нас GU-G4 стандарт, это у нас Samsung Galaxy S3 и Lenovo S820. Почему именно эти модели перед вами? Во-первых, размер экрана. 4,7 дюймов здесь, здесь такой же, 4,8 здесь. Во-вторых, почему я буду сравнивать в основном Samsung с GU-G4? Потому что, ну, только он, скажем так, по-честному сможет конкурировать с производительностью данной модели, так как здесь идет турбированный разводный процессор с частотой 1,5 ГГц, тут 1,4. Разрешение экрана HD здесь и здесь. Поэтому, то есть, мне лично интересно, насколько оригинальный Samsung, насколько флагманская модель 2012 года от Samsung лучше или, может быть, не лучше флагманского бюджетного Китая 2013. Первое, о чем хочу сказать. Конечно же, это софт. То есть, софт – это программное обеспечение смартфонов. У китайцев оно намного хуже, оно намного сырее. То есть, в основном модели такие, как GAU, ZOPO, THL выпускают смартфоны с сырыми прошивками, с голыми андроидами. Немножко другая ситуация касается смартфонов Lenovo. Сейчас есть официальные прошивки. То есть, тут есть многочисленные датчики у Samsung, у Lenovo. То есть, есть абсолютно разные датчики, датчики движения. То есть, у Samsung это вы вообще все прекрасно все знаете. То есть, здесь шикарнейшие датчики, освещенности приближения, датчики жеста. Там можно делать скриншоты. То есть, все-все-все-все-все. У Lenovo тоже, в принципе, это все реализовано. Вот этих всех функций, конечно же, намного меньше. Но не только вот эти вот датчики являются плюсом Samsung. Во-первых, сама прошивка, она позволяет любому смартфону от Samsung хорошо себя чувствовать даже на рабочих столах с тем железом, которое есть в смартфоне. То есть, все мы знаем, что меню у Samsung глючит не будет. В принципе, в Jio оно тоже не глючит особо. То есть, все четко, быстро пролистывается. Я не могу ничего сказать. Но, в принципе, и модель тоже не копейки стоит. То есть, вот тут вот есть иногда небольшие такие подлагивания. У Samsung, конечно же, такого нет. Что еще дает софт? Софт – это вот программное обеспечение, которое влияет абсолютно на все. Влияет на скорость воспроизведения игр с тем или иным железом. Влияет на скорость распознавания спутников в небе. То есть, GPS, навигация. Влияет даже на снимки с камеры. Влияет на скорость работы в браузере. То есть, программное обеспечение – это, наверное, 50-60% успеха того или иного смартфона. То есть, если разработчики сделали хороший софт на то железо, которое имеет смартфон, то однозначно смартфон будет отлично справляться с любыми своими обязанностями, которыми он может физически справиться по железу. В этом случае я вообще ничего даже не буду говорить про JAU. Прошивка у Samsung гораздо лучше. Я не буду делать отдельный обзор на эту модель. Какие у нее есть датчики, что там как. Не в этом смысл моего обзора. Хочу сравнить наш Китай. Вот данная модель – это модель, которая имеет версию стандарт. Стоит она у нас 200. Вот эта модель, я смотрел на розетке, стоит 3900-3800. То есть, ну вот такая вот разница. Я хочу по-честному, скажем так, сравнить вот эти модели. За прошивку, за софт однозначно Samsung выигрывает без вариантов. У Lenovo с этим лучше значительно, чем у JAU. Но, опять же, до Samsung прошивки Lenovo не дотягивают. Но количество вот этих вот всех датчиков и интересных фишек, конечно же, у Lenovo присутствует. И намного лучше, чем у Zopo, чем у JAU, чем у THL. Вопрос сборки, вопрос люфтов я даже поднимать не буду. Всем, я надеюсь, и так понятно, что модели флагманские и даже уже за 2000 гривен. Но этих люфтов, их просто-напросто не должно быть. То есть, это абсолютно уже не тот вопрос, который стоит обсуждать. Одним из основных факторов сравнения смартфона для меня, я думаю, что и для любого рядового пользователя смартфона играет значение экран. Насколько экран хорош, насколько хороша цветопередача, насколько вот эти все эффекты экрана выполнены хорошо или плохо. Хочу сравнивать именно эти две модели, потому что у JAU G4 один из лучших экранов среди китайцев. Обращаю ваше внимание на одну особенность. Заходим мы в настройки. Тут у нас стандартные настройки Android. Тут у нас Samsung настройки. Тут очень много всего интересного, очень много можно с чем разбираться. Обращаю ваше внимание на то, что в настройках экрана JAU G4 есть просто уровень яркости. Никаких режимов экрана тут нет. У меня стоит этот экран на максимальной яркости. И у Samsung у него есть, во-первых, яркость, которая также стоит на максимуме. И есть режимы экрана. Сейчас у меня стоит самый ядовитый режим, он называется динамический. В этом режиме максимально яркие, выедающие кислотные цвета. То есть, честно скажу, мне вот раньше, когда я не имел дела с такими моделями, мне это нравилось. Но когда вот долго начинаешь его юзать, немножко это начинает надоедать и неудобно. Также хочу заметить сразу же, что экран у JAU G4, он намного светлее. Экран у Samsung, он такой, потемнее будет. То есть, что я хочу вам показать. Давайте смотреть, давайте смотреть примеры. Открываем мы галерею. У меня тут закачаны новые картинки. Всякие разные, яркие. Чтобы можно было это все отследить. Я стараюсь, чтобы качество видео было очень хорошее. Чтобы вы могли все это отслеживать. Я сразу показываю картинку, та, которая мне больше нравится уже AYU. То есть, та картинка, которая живая. То есть, вот допустим, на которой есть люди. На которой есть белые цвета. Мне она кажется более приятной, чем у Samsung. То есть, углы обзора тут великолепные и там, и там. То есть, тут нареканий никаких абсолютно нет. Углы обзора мы еще посмотрим. Так, что касается дальше. Когда картинка, конечно же, доходит дело до яркой картинки. Конечно же, ну я глазами вот вижу. Надеюсь, видно и на видео. Вот эту вот всю разницу. Конечно же, у Samsung эта картинка, она в других оттенках. То есть, вы видите, что сама картинка, она более темная. И вот выглядит она уже более предпочтительно. Еще берем вариант темной картинки. Вот такой вот, например. Вот, что я хотел показать. Смотрите, как отображается у Samsung эта картинка. Я даже выключу свет, чтобы было отчетливо видно. То есть, как отображается вот эта картинка здесь. И как отображается она вот здесь. То есть, тут экран у нас гораздо темнее. Абсолютно. То есть, разница вот велика очень. Я надеюсь, вы видите, что вот уже ее экран, он как будто засвечен. Как будто уровень яркости просто превышен допустимых норм. То есть, я скажу так. Когда картинка темная, более темные оттенки, мне лучше. Мне больше нравится картинка эта у Samsung. Когда картинка имеет такие более светлые варианты, то, конечно же, мне больше нравится у J.U. Еще хотел показать вам, как это все смотрится, когда у нас стоит не вот этот вот кислотный ядовитый режим, а когда у нас стоит обычный режим естественных цветов. Вот когда я ставлю режим естественных цветов, тогда, в принципе, экран у нас практически идентичный. Вот есть очень такая хорошая картинка. Сейчас ее найду здесь. И вот давайте смотреть. То есть, картинка в принципе. Вот сейчас я вижу, что у J.U. Вот этот вот белый цвет вокруг глаза попугая, он белый. Тут он какой-то серый. Но, тем не менее, все цвета довольно-таки яркие и особо, ну, практически ничем не отличаются. Углы обзора этих смартфонов тоже отличные. Давайте выключу свет, чтобы это показать вам. Во-первых, вот так вот выглядят эти картинки. Углы обзора. Углы обзора шикарные и там, и там. И давайте еще с вами посмотрим вариант воспроизведения видео. Видео тоже запустим одинаковое. Какое у меня тут попадется сейчас. Сейчас смотрим, давайте посмотрим вот этот вот ролик. Ага, и я его еще хотел запустить в одинаковой программе. Один момент. Так, MX Player. Мне нравится этот проигрыватель. Так. Давайте попробуем. Смотрите внимательно, какие оттенки, что где как отображается. На Samsung картинка у нас гораздо потемнее будет. Напоминаю, что стоит у меня сейчас естественный цвет отображения картинки. И в принципе, разницы по дисплеям в таком режиме практически нет. И вот смотрите картинку. Еще попробуем с выключенным светом. И сделаем то же самое с Samsung экраном, который на максимальной яркости. Точнее, на максимальной кислотности цветов. Хочу просто продемонстрировать вам это все. Так, дисплей, режим яркости, динамический, сохранить. Так, и идем к нашему. Во-первых, вот, смотрите, экран темный, экран светлый. Раз, два. И вот смотрим. Сейчас, конечно, нижний экран Samsung будет гораздо ярче. В динамическом режиме своем. Видите, да, разницу? Но таких режимов нет уже. По звуку, кстати, модели практически идентичные. Что тот, что тот. Громкий, чистый, насыщенный звук. Продолжаем. Посмотрим. Вот эту часть смартфонов, которая называется производительностью. Запускаем Antutu. Смотрим баллы в Antutu. Так, на этот балл не обращаем внимания, потому что тут тест сработал ненормально. Вот тут ноль отображается. Вот нормальный тест. И вот смотрим. 17-817 набирает Samsung. 16-5-6-3 набирает GU-G3. И внимательно посмотрите, что за что начисляются вот эти вот баллы. Отрыв у Samsung идет по оперативной памяти, и скорость оперативной, и просто показатель оперативки. Так, по начинке вообще. Что в этих смартфонах за начинка? Напомню всем. Во-первых, 4.2 Android здесь, 4.1 Android здесь. Тут Samsung процессор Exynos 4.4-12. Тут у нас идет MTK 6589 турбированный. Разрешение экрана у них идентичное. 1280 на 720. Здесь у нас идет 13-мегапиксельная камера. Здесь 8. Здесь у нас идет гигабайт оперативки и там, и там. Тут у нас встроенной памяти 16. Тут у нас 4. Я бы взял с удовольствием модель для обзора GU-G4 Advanced, но, увы, у нас их нет сейчас в наличии. Напоминаю, что GU-G4 Advanced имеет 2 гигабайта оперативки и 32 гигабайта встроенных. Характеристики процессора. Как я уже говорил, 4-ядерные процессоры там и там. Частота процессора. Тут у Samsung 1.4 гига, а у GU-G4 1.5. И графический ускоритель Mali 400 у Samsung. И PowerWare SGX 544MP у нас идет уже UGU. 4.8 дисплей, 4.7 тут. У меня сейчас, как вы могли уже заметить, у меня включена программа FPS, которая показывает вот в правом верхнем углу. Я хочу сказать вам следующее. По начинке, в принципе, по железу модели идентичны. То есть, вот эта вот тысяча разница в Antutu, она практически ничего не решает. Игры идут отлично. Покажу вам только одну игру. Это Modern Combat 4. Хочу вам сказать следующее. Что и там, и там игра, естественно, играбельна. То есть, можно играть с удовольствием. FPS показывает больше Samsung. Я объясню это тем, что Samsung это известный производитель, который известен во всем мире. И знают все про Samsung. И разработчики игр, и сами инженера. Вот у Samsung, они свои модели. Они просто запиливают под игры, под софт. Своё железо запиливают. У китайцев с этим намного всё хуже. Вот опять же, я возвращаюсь к проблеме софта. Это всё решает софт. Это всё решает вот это вот юзабилити, удобство пользования и тому подобное. Потому что по другим всем... Вот смотрите, обращайте на FPS. Вот. Сейчас у меня где-то до 20 идет FPS на JAU. И 26-30 когда-как на Samsung. Вот давайте я поиграю. Я покажу вам, что абсолютно игра идет отлично, играбельно. То есть ничего нигде не купит. За FPS следите, пожалуйста, сами. Потому что я не могу и туда, и туда смотреть. Я буду играть, а вы следите и туда, и туда. То есть видите, что игра абсолютно играбельна. То есть всё отлично идет. И теперь что-то то же самое у Samsung. Игра, естественно, уйдет великолепно. Может быть, даже чуточку плавнее, чем на JAU. FPS тоже следите за FPS. Всё супер, всё отлично. Ну, нареканий тут никаких нету и быть не может. Это флагманская модель 2012 года. В принципе, достаточного этого теста. Давайте я сделаю вывод. По железу модели конкурентоспособные друг другу. То есть игра и там, и там идет хорошо. Запас мощности больше у Samsung, естественно. Но это и неудивительно. Но связано, по моему личному мнению, это сугубо с, опять же, с софтом. С запиренностью игр. Потому что по железу модели JAU не проигрывает Samsung. Вот такой мой вывод. Я сравнивал камеру у этих моделей. Расскажу просто в теории. А потом скажу, где посмотреть фотографии. Тут у нас 8-мегапиксельная камера. Здесь 13 и здесь 13. Таким образом, когда делается фото, то разрешение картинки у этого телефона и у этого выше. Вот эта модель показывает ниже разрешение. По камере, я вам скажу честно. Я делал фотографии. Я их слепил в фотошопе в одном размере. То есть без каких-либо применения эффектов. Они в строчку подписаны. Каждая фотка. Выложим обязательно к видео снизу. Посмотрите. Могу сказать единственное, что по оптике, по... Во-первых, скажу, что здесь и здесь для китайцев камера вот такая вот. Ну, здесь это Samsung, тут тоже вот такая камера. Единственное, что могу сказать, это цветопередача. Самсунговская камера, впрочем, как и Samsung Note 1, у которого я тоже тестировал. Цветопередача, съемка, она идет реальных цветов. То есть если цвет действительно красный, то он действительно красный. Вот в этих моделях камера тоже снимает классно, классно фокусируется. Классная оптика, матрица. Но цветопередача несколько видоизменяет картинку. То есть если он красный, он может быть чуточку темнее, чем красный. Или наоборот, чуточку светлее, чем красный. То есть вот это единственная особенность. Также GPS. Во всех моделях есть GPS. Естественно, все модели ловят, все модели работают с Navitel, с различными другими навигационными программами. Что я опять же хочу сказать. Samsung ловит спутники моментально. То есть если вы на улице находитесь, то ловля спутников происходит вообще за пару секунд. У китайцев, у лучших китайцев, это примерно такие же показатели. У тех китайцев, которые немножко похуже ловят GPS, они ловят, допустим, не моментально, но в течение 10-15 секунд. Так вот я хочу у вас спросить, ну и я лично для себя, вот такой вывод у меня. Для меня не есть критичным, что вот допустим телефон ловит моментально спутники, или допустим через 10-15 секунд. После того, как спутники зафиксированы, и та, и эта модель будут вам отлично отображать необходимую информацию. То есть возможно, опять же, задержка установления соединения со спутниками связана с прошивкой. Возможно, стоят более дорогие, более серьезные антенны, которые ловят эти спутниковые сигналы. Вот такой вот вывод. Естественно, одна из самых важных особенностей наших смартфонов, это автономность работы. Расскажу, что здесь у нас стоит 2100 аккумулятор самсунговский, здесь 1850. Я вам просто покажу скриншот. Я тестировал данную модель, вот включал видео, и вот я вам могу показать. Со 100% до 6% у меня видео на максимальной яркости разрядило смартфон за 3 часа 4 минуты. Я покажу вам скриншот у Samsung. Естественно, вы знаете, какой Samsung показывает примерно результат. Это ни для кого не секрет, опять же. Так, где наши скриншоты? Ну, собственно, вот. За 2 часа 23 минуты смартфон разрядился со 100% до 69%. То есть, в итоге смартфон продержит видео часов 8. Это реально супер классный показатель. Опять же, эта вся информация всем известна, так как именно вот эта модель считается одной из самых автономных среди Android смартфонов. И еще плюс такая начинка. Нужно было взять мне 3000 аккумулятор GEU G4 Advanced, и эта модель бы показала 5 часов. То есть, опять же, Samsung лучше, опять же, Samsung выигрывает. То есть, будет 8 часов где-то против 5 часов. Но, во-первых, это все тоже, опять же, софт. Я дальше сделаю вывод, то есть, ну, может, я не прав по поводу того, что вот во всех я причинах, во всех проигрышах виню китайцев софт. Но, по-другому, если честно, я не знаю, как. Потому что у Lenovo, например, тоже реальные аккумуляторы. То есть, если тут 200, то тут 2000. Lenovo тоже отчасти держит, ну, немножко меньше аккумуляторы, чем вот эта вот модель, именно Samsung Galaxy S3. Ну, и давайте буду подводить итог. Конечно же, Samsung смартфон будет лучше, чем GEU G4 практически по всем параметрам. Обращаю ваше внимание на то, что Samsung сейчас можно купить в розетке где-то 3800-3900. Эта модель, в частности, стоит 2.102 в Украине. Версия Advanced будет стоить 2.700. То есть, ну, максимальная версия GEU G4 будет стоить на 1000 гривен дешевле. Но при этом тут будет 2 гигабайта оперативки, 32 встроенных. Здесь у нас 1 гиг и 16. Что могу сказать про модели? Экран, то есть, и там, и там хороший. Я надеюсь, вы это увидели. Ну, не только мне на слово будете верить. У Samsung экран темнее. У GEU G4 экран намного светлее. Светлые кадры мне комфортнее наблюдать. У GEU G4, конечно же, темную картинку показывает лучше Samsung. Это бесспорно. Если говорить о функции вот этого вот ядовитого, ядовито-яркого изображения, вот эти вот режимы. Кому как. Я для себя решил, что если бы я был обладателем Samsung вот с такими режимами, я бы, скорее всего, пользовался смартфоном на вот этом вот естественном режиме отображения. То есть, в том режиме, в котором, в принципе, по сочности картинки, GEU G4 особо ничем не отличается. Углы обзора я вам тоже показывал. Они тоже великолепные. То есть, тут даже вопросов никаких нет. Конечно же, Samsung намного лучше китайцев. В частности, эта модель лучше этой. За счет софта. Софт решает очень многое. Кто его знает? Если бы GEU G4 выпустила такую прошивку, такого уровня, как у Samsung, насколько бы быстро ловили спутники? Насколько бы лучше показывала себя модель в плане производительности? Насколько бы снимала камера? То есть, на данный момент я могу сделать вывод следующий. Пока китайцы не сделают, не доведут свой софт до ума, пока они не выпустят, не будут влаживать свои деньги в разработку необходимого софта, до тех пор бюджетный Китай будет проигрывать флагманским моделям. Но, с другой стороны, за эти же деньги можно брать как эту модель, так и эту. В принципе, по дизайну они идентичны, по размерам, по техническим характеристикам они идентичны. Поэтому я рад, что Китай выпускает сейчас именно вот такие вот модели, которые практически, ну, то есть, не намного хуже. Хуже, но не намного, чем флагманские модели от Samsung. Тут и рамочка меньше, тут рамочка побольше. Обращаю на это ваше внимание. Ну, в принципе, я доволен. Я ожидал, если честно, от Samsung большего. Я думал, что Samsung в два раза дороже будет, как минимум, в два раза лучше. Я этого, честно, не увидел. Я рад за JUG4. Спасибо за ваше внимание. Надеюсь, было интересно. Если понравилось, ставьте лайк. Подписывайтесь на наш канал. Обязательно будем снимать подобные видео. Мне очень нравится реакция людей, реакция подписчиков наших. А поэтому я буду продолжать. Спасибо за внимание. Всего доброго. Хотел напоследок также добавить. По железу у нас JUG4 не проигрывает. Я не могу сказать, что железо хуже. Samsung выигрывает только за счет софта. Поэтому стоит китайцам допилять свою прошивку, и JUG4 будет с легкостью конкурировать с данной моделью. И это без преувеличения. И можно сделать итог таков, что на данный момент модели флагманские бюджетного Китая до 2-3 тысяч гривен в принципе практически сопоставимы с флагманами моделей 2012 года от Samsung от HTC. И обращаю ваше внимание на то, что я не сравниваю Китай с аналогом от Samsung за ту же цифру денег. Я сравниваю бюджетный Китай, не сравниваю недорогой Китай, не за 5 тысяч гривен, с флагманскими моделями. Имейте это в виду. Спасибо.